Вот такая вот летняя тема, хотя каникулы уже у нас у школьников на дворе, но все-таки вопросы образования не утихают, и недавно в преображении родители выступили против объединения двух школ. По-моему, об этом даже спрашивали журналисты. Я знаю, что вы дали рабочей группе 10 дней для того, чтобы разобраться в ситуации. Но вот на этой неделе срок истек. Каковы все-таки выводы? Рабочая группа мне сегодня, Татьяна Владимировна Заболотная, доложила о результатах работы группы. Я считаю, что здесь надо к главе местным властям прислушаться к мнению родителей, потому что по закону об образовании, прежде чем что-то закрывать, должна быть создана специальная комиссия, муниципальная, что сделано не было, которая должна оценить все последствия закрытия. Потому что я не против реформ, которые проводятся, в том числе и за счет с тем, чтобы сэкономить деньги муниципальные. Их, кстати, можно потратить на те же школы сэкономленные, на развитие и так далее. Но при этом мы не должны забывать очень важную истину. Эта услуга, образование, например, детских садов, она должна быть доступна. Что это означает? Значит, что достаточно недалеко. Можно, так сказать, нужно сделать так, чтобы детей водить в школу или в детский сад. При этом, если это не получается, тогда власть сначала должна придумать, допустим, купить автобусы школьные, понимаете? Мы, кстати, им готовы помогать в этом, я имею в виду, муниципальным властям. И мы эту программу имеем. Либо, так сказать, еще какие-то меры предпринять. Но это надо было сделать сначала, а не как сделали, к сожалению, власти района. Сначала, значит, родителям объявили, что закрывают, а потом стали, значит, не очень убедительно рассказывать, что они будут им давать взамен. Поэтому я считаю, это решение надо отложить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!